Здравствуйте, с вами Эфименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И меня достаточно очень часто спрашивают про один злободневный вопрос для женщин. Правда, он для мужчин тоже злободневный, но женщины интересуются чаще. Иногда наступают такие периоды, когда волос начинает активно покидать голову. И когда-то доходит время и до облысения, и как бы мужчин мы трогать не будем, там причины облысения другие. Но вот рассмотрим, в общем-то, женскую шевелюру, и, конечно, очень обидно терять густоту. И, с одной стороны, данный процесс, он несколько естественен, когда женщина входит в период климакса, то есть волос у нее становится тоньше. Это один момент. А с другой стороны, волосы теряют и более молодые женщины, которым до климакса далеко, особенно в период авитаминоза весеннего. Конечно же, волосам не хватает многих веществ питательных, но их мало в организме, но, следовательно, и на питание луковицы тоже не хватает. Это один момент. С другой стороны, все красители, они достаточно агрессивны, они достаточно, в общем-то, действуют химически очень сложно. Он разрушает сначала вот этот вот слой, именно чешуки отодвигают волосы, потом туда вовнутрь заходит краситель, потом это все дело, волосы разрыхленные, ослабленные. Что, в общем-то, в таком случае делать? Есть еще одна такая причина для женщин тоже достаточно обидная, особенно только что после рождения детей, когда произошла достаточно сильная гормональная перестройка, и вдруг волосы, казалось бы, все хорошо, вот уже родил, а волосы вот все-таки начинают покидать голову. Но это, опять же, из-за гормональной перестройки, как и при климаксе. Что можно сделать? И вообще, что-то с этим можно сделать или нет? Ну, на самом деле, конечно, нужно провести ревизию своих красящих средств. По возможности, если волос молодой и седины там, в общем-то, мало, отказаться от красящих средств, агрессивных, особенно от таких бытовых из мастмаркета. Почему? Я вообще ничего против них не имею, но как бы по опыту в бытовых средствах очень много красящих металлов, ну, несколько больше, чем нужно бы. А в профессиональных средствах, которыми пользуются профессиональные парикмахеры, профессиональные именно в салонах, то есть там чуть поменьше вот этих красителей в более сбалансированном составе находятся. И есть еще краски там аммиачные, безаммиачные, более мягкие. Когда седины не так много, можно использовать менее стойкий краситель. Ну, когда настал такой период, когда мы красимся каждые две недели, то есть седина у нас достаточно плотно выходит, поэтому вот устранить вот этот момент невозможно, то есть вот взять меньше краски, хотя можно двигаться от производителя к производителю, иногда сменив марку краски, в общем-то, получаешь лучший результат. То есть некоторое на некоторых действует фатально, а некоторым-то и ничего. Вот. Как же действовать, когда, в общем-то, вот эти агрессивные краски ни при чем, а волосы, в общем-то, падают, в общем-то, редеют, вид у них плохой? Нужно вспомнить о том, что надо как-то подпитать волосы. Лучше всего подпитывать настоящими натуральными витаминами. Я не первый раз показываю несколько препаратов, а вот, они очень простые. Вот один из препаратов, это вот витапринол, это капсулированная хвоя, СО2-экстракция, то есть хвоя, обработанная углекислотой, и жирная фракция в одну сторону, жидкая фракция в другую, и вот такая твердая паста закапсулирована, 60 капсул, получается 2 капсулы на ночь. Такие капсулы, в общем-то, дают организму натуральный витамин А и Е, что очень полезно для кожи, для волос, для ногтей, и они идут в натуральном виде, то есть это не искусственные витамины, потому что, в общем-то, в аптеках есть витамины, на которых написано кожа, ногти, волосы, то есть специально именно для волос. Есть еще один природный минерал, который легко можно купить, не минерал, смола, что ли, это, в общем-то, мумиё. Теории происхождения рассказывать не буду, это неинтересная, горькая, смолистая, невкусно пахнущая вещь, но почему-то очень хорошо действует на ногти, волосы, они становятся блестящими, хорошими. Как вариант, мумиё добавляется, можно в аптеке купить в таблеточках, это мумиё, можно мумиё купить в магазинах вершки и корешки, можно заказать через интернет, магазин, через Абис Органик, и вы получите мумиё высокогорное, алтайское, в общем-то, ну, можно самим собрать, но надо забраться на 2000 метров над уровнем моря, что проблематично. Так вот, мумиё принимается либо вовнутрь 3 раза в день 0,2 грамма, растворяется в воде, выпивается 0,2 грамма, это вот такая спичечная головка. Если у вас вес побольше, можно взять 0,4 грамма, вот хуже не будет. Таблеточки и расфасованы, вот аптечные, примерно по 0,2 грамма. Можно несколько таких таблеток растворить в шампуне, которым вы пользуетесь. И ещё обязательно поищите шампунь с минимальным содержанием вот этих сульфатов, лауреалсульфатов, то есть вот этих вредных составляющих силиконов, таких вот сильной щелочной реакции. То есть вот так вот более-менее сдвигайтесь в натуральную сторону. Шампуни могут быть и совсем натуральные, из мыльных орехов или из корня мыльного, но тем не менее, как бы сдвигайтесь в ту сторону более-менее с хорошим составом. И можно вот добавить мумиё. И мумиё можно попринимать вовнутрь. Вы этим самым подпитаете и волосы, сделаете их более блестящими, и ногти у вас будут хорошо выглядеть, и кожа у вас будет хорошо выглядеть. Но есть ещё одно средство, может быть несколько затратное, муторное, но мало кто о нём знает. Ну вот у меня в руках вот такой небольшой тазик. Он вам потребуется для того, чтобы делать травяные ванны. Не ополаскивать травяным отваром, это многие умеют, а именно делать травяные ванны. Вот у меня здесь находится основной ингредиент, это листья мать-мачехи. В аптеке легко их можно купить. Заваривайте лист мать-мачехи, можно добавить ромашку, можно добавить хвощ, и ещё один ингредиент, у меня его сейчас здесь просто нет, это крапива, обычная двудомная. Так вот, мать-мачеха с крапивой, с ромашкой, с хвощом, можно просто мать-мачеха только с крапивой. Заваривается, горсть берёте, литром воды заливаете, настаиваете, у вас получается настой, выливаете в тазик. И потом, когда вы вымыли голову шампунем, как обычно, промыли хорошо обычной водой, вы берёте и голову опускаете вот в этот тазик, полностью туда, все волосы туда опускаете, и у вас получаются такие ванны, травяные для волос. А вот дальше один смешной момент. Держите, пока не надоест, вот пока вот вас, как бы, вы можете стоять в таком положении, и пока у вас есть время. А потом спокойно берёте волосы, оборачиваете полотенцем, высушиваете, всё как обычно. Вот вообще-то таких ванн нужно, иногда хватает трёх для того, чтобы остановить активное облысение, особенно после вот родов. Вот как бы у меня вот так вот было со второй девочкой, когда я родила, то есть у меня волосы, конечно, летели просто со страшной силой, а я тогда их ещё не красила. Вот. И вот я тогда просто с отчаяния заварила всё, что у меня было под рукой, но потом я прочитала об этом в книгах, и оказывается, сделала всё правильно. Вот мать-мачеха и крапива. Крапива как витаминное средство, как капилляроукрепляющее средство, хвощ, он очень сильно укрепляет именно волосяную луковицу, мать-мачеха. И вот это вот сработало конкретно на то, чтобы укрепить волосы. Вот. Кому-то понадобится 10 таких ванночек. Единственное, что, как бы, смотрите на личную аллергию, может быть, на какую-то из трав у вас аллергия конкретная, вот, но есть аллергии, нету, такие ванны просто не повредят. Вообще ополаскивание травой после шампуня очень полезно.